ребята всем привет сегодня я расскажу вам о том какой может быть ванная комната то есть не просто постирочно помывочная а комната для релакса и сейчас я вам расскажу про одну из таких которую мы создавали построили запустили можно так сказать поэтому погнали сейчас все буду показывать итак эта ванная комната находится в проекте под кодовым названием французский буржуа и вы здесь можете наблюдать стены с молдингами это дань моды французским интерьером а именно парижским апартаментом у которых белые стены с лепниной паркет елочкой на полу и все такое прочее и вот здесь обратите внимание дверь наша замаскирована она находится за молдингами то есть ее практически не видно только ручка выдает это скрытая дверь invisible которая собственно говоря придумана и сделана с той целью чтобы собственно ее было и не видно и когда мы находимся в гостиной она находится за мной то есть немножечко этот угол просматривается то есть мы даже не понимаем что здесь эта дверь есть но она здесь есть и сейчас мы туда пойдем и так ребята главное правило когда мы заходим в помещение мы должны заходить на красоту что самое красивое в ванной комнате это конечно же раковина и чем она красивее тем лучше ну собственно говоря я имею ввиду не только саму раковину а весь ансамбль так сказать раковину зеркала и светильники вокруг этого зеркала и даже люстра которая здесь висит то есть это все называется единой композиции и вот на нее мы заходим это красиво причем зеркала расширяет пространство и это хорошо что еще в ванной помимо раковины должно быть ну конечно же унитаз который мы безусловно пользуемся а также ванна и душевая в этой ванной и ванной комнате у нас есть отдельно стоящая ванна которая собственно нужна для того чтобы полежать покайфовать почитать утреннюю прессу ну или посмотреть развлекательные сериалы можно чего-нибудь тут чайку прибухнуть например для этого у нас здесь столик есть короче говоря по релаксировать лежим и кайфуем монарший пенис вымыт ваше высочество но в таких ваннах которые отдельно стоящих на самом деле особо то не помыться потому что все за край будет выплескиваться и душ принимать здесь неудобно поэтому душ здесь отдельно обратите внимание когда ставите отдельно стоящие ванны то душевая кабина или душевая зона должна где-то находиться рядом потому что там мы собственно моемся еще я хотел обратить внимание на эту плитку посмотрите пожалуйста какая замечательная великолепная плитка ручной работы это цементная плитка которая выполнялась специально по нашему заказу и по нашим эскизам заказывали делали ее в москве привозили оттуда и здесь уже монтировали все аккуратненько обрамили кантиком еще одну фишку хочу вам показать это вытяжной вентилятор который обычно с белой решеткой прямо на цветную красивую плитку мы сверху лапаем но здесь по такому пути мы не пошли представляете уровень замороченности то есть выбрали специальная штуковину в которой плитка монтируется и вот вокруг этой плитки щель куда и попадает воздух для этого пришлось сдвинуть шахту вентиляции немного левее немного по высоте и поменять с тем чтобы она вписалась четко в раскладку плитки представляете уровень замороченности да ну и уровень мастерства строителей надо отдать им должное насколько круто они это все сделали и вписали миллиметр в миллиметр то есть вот обратите внимание ощущение что вентилятора нет а он есть но не были бы мы студии градис если бы мы не придумали чего-нибудь эдакого какой-нибудь фишечки и она здесь есть сейчас я вам покажу помните как фильме легким движением руки брюки превращаются превращаются брюки вуаля нажимаем на кнопочку и у нас белая стена превращается в прозрачную стену и сквозь эту стену мы видим зал да друзья зал прямо за нами сквозь эту стену мы можем наблюдать зал с кухней но самое главное то что сюда попадают солнечные лучи солнечный свет и когда мы принимаем ванну и душ мы наслаждаемся этим дневным светом но это леникает друзьям и вот таким образом мы решили здесь в квартире вот эту проблему темной коробочки а ведь это большая проблема когда вы квартиру покупаете получается что ванная комната задвинута куда-то в дальний конец квартиры там где темно где нету окон и в этом заключается проблема на мой взгляд потому что она маленькая плюс нету дневного света нету окон и она окажется и еще более мелкой а здесь мы расширили пространство за счет того что стену сделали прозрачной но посмотрите ведь правда пространство как будто расширяется да смотрите вот моем распоряжении вся гостиная но красота класс огонь а представьте вы лежите в ванной вы лежите в ванной и наслаждаетесь видами кстати там парк за окном мы видим деревья мы видим как солнышко играет на листве как листва колыхается на ветру прекрасно великолепно и отлично ну как еще охарактеризовать эту прекрасную комнату и вот такими должны быть ванной комнаты вот про это я вам хотел рассказать ну а гости то как на это реагирует это уж совсем знаете отдельная история как стеклянная стена неужели так возможно да кто так делает вот и пошла тема для разговора по моему это классно и здорово сейчас немного поподробней про подиум в ванной комнате здесь он сделан не просто для красоты как многие могли бы подумать здесь он больше несет функциональную нагрузку там у нас душ вот в том конце слив для душа то есть туда утекает вода соответственно там мы должны установить сифон а для этого сифона требуется место плюс от сифона мы должны провести трубу вдоль стены оттуда а по длинной стене и довести ее до стояка это все требует достаточно большого расстояния от плиты перекрытия соответственно нам приходится это все прятать в подиум отсюда и появляется вот этот вот самый подиум но которые естественно мы обыграли и сделали это фишка интерьера выделили его плиткой поставили на него ванну и сделали здесь душевой поддон вот для чего здесь этот подиум что еще с этим подиумом связано то есть хочу обратить ваше внимание у нас здесь есть цементная плитка которую мы планировали оставить то есть вот эту черную плитку мы уже вынуждены не сделать потом и вот почему ну во первых мы плитку высчитывали таким образом чтобы получилось ровное количество да и вот здесь вот она у нас заканчивалась во вторых цементную плитку а это именно цементная плитка подрезать и сделать в 45 запил невозможно она просто крошится соответственно мы не могли ее вот так вот красиво как вот эту черную завернуть поэтому мы выбрали другую черную плитку которую можно запилить в 45 градусов и сделали вот такой вот кантик который прошел по краю подиума и по стене это тоже стало своего рода границей между вот этой вот расписной плитки и между однотонной белой плиткой вот это вот такая вот граница переход еще по высоте мы здесь не проходили ровно в 20 сантиметров а это плитка именно 20 на 20 подиум получился чуть выше это из-за того что трубы слива и сифон ниже невозможно было опустить поэтому нужно было поднимать подиум а плитку резать не хотелось то есть у нас получалось что здесь надо было подрезать плитку так вот чтобы визуально скрыть эту эту подрезку нижний край посмотрите вот буквально три сантиметра мы сделали из белого светлого напольного керамогранита и мы сейчас эту полосочку практически не замечаем мы видим подиум 20 сантиметров из цельковой плитки а вот такие здесь ухищрения и фишки конечно в ванной комнате есть абсолютно утилитарная вещь как унитаз она и должна быть естественно и здесь в этом проекте она спрятана немножечко как бы в закутке вот видите то есть я захожу даже как будто бы в отдельную комнату и вот здесь вот находится собственно унитаз это сделано специально для того чтобы мы не сразу обращали на него внимание для этого он спрятан как бы там вот в таком закуточки с помощью цвета мы его спрятали то есть белое на белом то есть он практически незаметен и тем самым это в общем то это прекрасное решение прекрасное но помимо этого здесь еще спрятан шкаф в котором спрятана вся так необходимая в любой квартире утварь то есть стиральная машина корзина для белья химия для стирки уборочный инвентарь и там утюги и полотенца запасы какой-то не знаю там бумаги какие-то шампуни и прочее и прочее вот здесь вот огромный шкаф в котором все это прекрасно расположилась и это не на виду вот что главное поэтому друзья какой из этого вывод нужно сделать делайте правильные акценты акцентируйте внимание на нужных вещах то есть отдельно стоящая ванна прекрасная плитка с душевой а то что не нужно прячьте то есть унитаз прячьте шкаф со всей вот этой вот утрою тоже прячьте и тогда ваша комната превратиться в комнату для релакса пройдите правильных друзьям ставьте лайк если вам понравилось видео жмите на колокольчик подписывайтесь на мой канал и прибудет с вами муза всем пока